Приветствую всех любителей Сидмерс Цивилизейшн! Этим видео я начинаю серию о том, как изменялись нации в каждой серии этой замечательной игры. Первая серия, естественно, будет посвящена России, ну а вас прошу в комментариях написать, интересен ли вам подобный формат и о какой нации рассказать в следующей серии. Итак, 1991 год, первая игра из серии Сидмерс Цивилизейшн. Всего 14 наций, которые разделены по 7 цветам. Между нацией нет вообще никаких различий. Русские играют под белым цветом и в лидерах у них Сталин. Еще, кстати, под белым цветом был Древний Рим, поэтому в одной игре Россия и Древний Рим оказаться просто не могли. Никаких особенностей, никаких различий, нации отличаются только цветом, поэтому на первой части особо останавливаться не будем. 1996 год, Сидмерс Цивилизейшн 2. Россия опять выдали белый цвет, но нации уже 21, хотя цветов осталось все так же и под белым играет опять Древний Рим, ну и еще Кельты. Поэтому, опять же, в одной игре Россия, Рим и Кельты быть просто не могли. К тому же у каждой нации было по два лидера. Та же самая фигня, которая возвращается в шестой Циве. Женского и мужского пола. У России Екатерина и внезапно Ленин. Это вообще единственная часть Цивы, где Россия управляет Ленин. Мое удивление вызвано тем, что этот правитель, в общем-то, очень недолго был у руля власти. И, в принципе, это то же самое, как если бы Англией управлял Кромвель или Францией Робеспьер. Забавно, кстати, было читать, когда встречаешь Россию и там пишут «Поприветствуйте Ленина, императора России». Ну, тем не менее, вот Екатерина или Ленин. Но на самом деле этот выбор влияет только на пол правителя. Опять же, никаких различий между нациями, кроме цвета, во второй цивилизации не было. Да, все-таки я отмечу, что в первой и второй цивилизации не совсем нации были полностью похожи. Единственное отличие между ними было в том, что они стартовали с несколько разным набором технологий. Но это очень мелкое отличие. А вот в третьей они появились. 2001 год и Сидмерс Цивилизейшн 3. Тут уже у каждой нации свой отдельный цвет. У России он такой, по-моему, не очень приятный коричневый. А правителем опять стала Екатерина Вторая. Но отличия между нациями наконец-то появились. Во-первых, у каждой нации были предпочтения развития. Россия, по-моему, вполне логично, была научной и экспансионистской. Экспансионистская означала, что они начинали сразу со скаутом, и варвары к ним относились более миролюбиво. Ну и сразу можно было скаутов строить. Это не у каждой нации так было. А научная заключалась в том, что все подобные здания стоили в производстве дешевле. То есть библиотеки, университеты и так далее Россия строила быстрее. Кроме того, у каждой нации были разные начальные технологии, с которыми они начинали. Россия начинала с обработки бронзы и гончарного дела. То есть сразу можно было амбар построить и копейщиков. Ну и появился институт уникальных отрядов. И у России это бесконечные казаки. У меня периодически в комментариях появляются удивленные люди, которые пишут, почему России постоянно этих казаков впихивают как уникальный отряд. Да очень просто, потому что казаки это поп-культура. Это просто самое популярное название военного отряда русского на Западе. По той простой причине, что во время Отечественной войны 1812 года, ну точнее, что я говорю во время, это уже был, по-моему, 14-й год, когда Париж взяли. Именно казаки ездили по Парижу, просили быстро что-то сделать, поесть. Поэтому оттуда и бестропы появились. В общем, произвели неизгладимое впечатление на западное общество и стали поп-феноменом таким популярным. Поэтому, собственно, Россия равно казаки, казаки равно России. Заменяли они кавалерию и, как ни странно, находились в средневековье. Ну, тут, наверное, можно спорить, какой эры это юнит. Но если мы утверждаем, что другие страны о нем узнали именно в 1814 году, то, видимо, как минимум эпохи возрождения. И в дальнейших играх серии казаки появлялись в более поздних эпохах, нежели средневековье. Ну и отличались они в третьей циве от рыцарей только тем, что могли атаковать два раза. И, в принципе, среди уникальных юнитов, по-моему, были не самыми лучшими. И вообще, вот у меня вспоминаются игры в третью цивилизацию. Там Россия была не самой сильной нацией. Помню, круто играть было за Персию, за Ирокезов, за Египет. Интересно почитать в комментариях воспоминания ветеранов третьей цивы, как они относятся к России в тройке. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. В 2005 году вышла четвертая часть цивилизации. Там опять появилось несколько разных лидеров. Более того, с выходом дополнений у России их стало аж три. Изначально были Екатерина II и Петр I, а после выхода, по-моему, Beyond This World добавился еще и Сталин. В четверке разнообразие достигло максимума. Тут не только различались цивилизации, но и каждый лидер добавлял свои особенности. У России опять был уникальный юнит казак, который в этот раз уже не рыцарь и заменял, а кавалерию. И от последней отличался тем, что имел еще и бонус против верховых юнитов. Абсолютно одинаковые показатели по производству и силе, но у казаков еще и плюс 50% против других верховых юнитов. И в принципе, в этой эре это был очень мощный юнит. Кроме того, у России было уникальное здание. Исследовательский институт. Конечно, картинка в игре не совсем правильная. Должен быть такой, знаете, ящик или пенал высотный, неприметный. Афераксис сделали такое подобие университета. Ну, заменяет исследовательский институт лабораторию и, в отличие от лаборатории, добавляет двух специалистов в город. Немножко была другая механика специалистов, и, в принципе, исследовательский институт довольно неплохо работал. Единственное, что появлялся поздновато. Но главные отличия были, конечно, в лидерах. У каждого лидера было два трейта, ну или перк, или как хотите это назвать, лидерских способностей, которые влияли на всю игру. Так, Петр Первый был философом и экспансионистом. Философские лидеры получали плюс 100% к появлению великих людей и ускоренное строительство университета. Экспансионисты плюс два к здоровью в каждом городе, да. В Четверке была еще замечательная механика здоровья. Вообще, отправляю вас к моему обзору этой игры, там много всего интересного. Я вообще считаю, что Четверка в плане именно стратегическом лучшей игра серии. На 25% быстрее строились рабочие и удвоенное производство амбара и порта. Екатерина была креативной и империалистской. Креативные лидеры получали плюс две культуры за каждый город. В каждом городе, лучше так правильно сказать. И удвоенное производство библиотеки и театра, а также колизея. А империалисты плюс 100% к появлению великого генерала и на 50% быстрее строился поселенец. Ну и, наконец, Сталин был агрессивным индустриалистом. Агрессивные лидеры могли в два раза быстрее строить бараки и сухие доки, а также все юниты под их управлением при строительстве получали... Нет, наврал. Не все юниты, а только рукопашные и пороховые юниты получали сразу бесплатные улучшения при строительстве. А индустриалисты на 50% быстрее строили чудеса и в два раза быстрее кузницы. В игре цвет России был красный, такой даже темно-красный, бордовый. Столицей была Москва и, в принципе, тоже была немножко середнячком таким. По-моему, в четверке были нации покруче. Если брать из трех лидеров, то, пожалуй, проще было играть за Екатерину. Более такие классные бонусы. Хотя, опять же, зависит от стиля игры. 2010 год и самая популярная на сегодня часть серии. Сидмерс Цивилизацион 5. Уменьшилось количество лидеров у цивилизаций. Зато Россия, пожалуй, одна из самых сильнейших наций в этой игре. За подробностями я вас отправляю к моему видео с рейтингом цивилизаций по России. Ссылка, как всегда, в верхнем правом углу. Опять эти надоевшие уже казаки. В этот раз их способность наносить больше урона раненым юнитам. Заменяют они, опять же, кавалерию. И в тот период это очень крутая способность, потому что обычно казаки работают в паре с артиллерией. То есть артиллерия наносит урон, ранит юнитов, а казаки уже их добивают и наносят намного больше урон. Уникальное здание крепость вместо бараков. Не самое классное, но зато находится в начале игры и позволяет получить очень неплохие бонусы. Ну а способность нации, богатство Сибири, когда стратегические ресурсы дают плюс одно производство, а количество лошадей, железа и урана в два раза больше от каждого источника. Это способствует очень неплохому развитию и прекрасно помогает в войне, когда у вас юнитов больше, чем у соперника. Ну а лидером России в пятой цивилизации четвертый раз подряд стала Екатерина Вторая. Ну и, наконец, 2016 год и последняя на сегодня Сидмерс Цивилизейшн 6. Тут Россию сделали мощной православной державой. И если поначалу бонусы казались не очень весомыми, то, поиграв и распробовав, понимаешь, что все очень даже неплохо. Но опять с уникального юнита начну. Вы не поверите, кто? Казаки. Их немного ослабили, по-моему, по сравнению с пятой цивилизацией. Но зато они стали очень мощным защитным юнитом, потому что получили плюс пять к боевой мощи при сражении на своей территории или рядом с ней. Ну, опять заменяют кавалерию. России выдали уникальный район. Лавра. Который заменяет религиозный. Священное место. Благодаря Лавре границы города расширяются на одну клетку каждый раз, когда в нем применяется талант великого человека. Плюс Лавра дает очки великих писателей, художников и музыкантов. Поэтому частенько в игре у человека, играющего за Россию, собрана куча этих великих людей, а театральных районов нету, куда их запихивать. Ну, а способность называется Россия-матушка и дает плюс одну веру и плюс одно производство в тундре. Благодаря этому Россия может вменяемые города в тундре ставить. А также дополнительная территория при основании городов. Лидер у России пока один, Петр Первый. И у него способность Великое Посольство, которое дает науку и культуру от торговых путей к цивилизациям более развитым, чем Россия. Я уверен, что в следующих дополнениях добавят наверняка и Екатерину Вторую, потому что Шестая Цива идет по стопам Второй, где лидеров было всегда двое, мужского и женского пола. Ну вот, в общем-то, и вся ретроспектива цивилизации России в Сидмейерс Цивилизейшн. Еще раз прошу в комментариях написать, нравится ли вам такой формат и какую цивилизацию вы хотите, чтобы я обозрел следующей. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.